Российские ученые доказали, что коронавирус негативно влияет на способность мужчин иметь детей. Инфекция снижает подвижность сперматозоидов, тем самым ухудшая шансы на зачатие. А вот вакцинация такого эффекта не оказывает, передает телеканал Россия-24. В своей уникальной работе группа исследователей под руководством Академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава РФ Лейла Дамян, главного врача ГКБ номер 15 Валерия Вечерка и профессора МФТ и Антона Буздина сравнили результаты двух групп добровольцев, в одной были перенесшие инфекцию, а в другой, привитые от нее спутником В. Выяснилось, что препарат сохраняет способность мужчин к продолжению рода в полном объеме. Исследование проводилось с помощью передовых молекулярно-генетических методов. На первом этапе было проведено комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, которая включала в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-эндрологом. Затем к работе подключились биологи и биоинформатики, которые провели углубленный генетический анализ. В исследовании говорится, что качество спермы после ЧАВИ-19 статистически значимо ухудшается. Больше всего страдают гены, связанные с процессами энергообразования в метахондриях и с передачей сигналов так называемых толподобных рецепторов. При этом снижается экспрессия всех белок кодирующих генов метахондриального генома в образцах, полученных после болезни. После оценки состояния репродуктивной функции 44 мужчин, привитых вакциной Спутникова, выяснилось, что полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и показателей спермограммы. Аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус, не выявлены. Адамяна отметила, что до сегодняшнего дня было множество домыслов и мифов о том, влияет или не влияет вакцинация на репродуктивную функцию. Очень большое число людей боялись из-за этого прививаться, но при проверке оказалось наоборот, коронавирусная инфекция влияет, а вакцинация нет. Вакцинация напротив является великолепной защитой от последствий ЧАВИ-19, подчеркнула врач.